всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня очередное видео в рамках такой серии серии видео или роликов или плейлиста у меня на канале это веган по библии кто последовательно смотрит тот уже как бы в курсе всего кто случайно попадет 7 рекомендую посмотреть целиком плейлист я в конце дам на него ссылку сегодня у нас такое видео я постараюсь сделать небольшим ибо иисус не веган потому что иисус с учениками ел только хлеб ну с учениками или с народом взял такую иллюстрацию где они на прощальном ужине в принципе можно увидеть что у них на столе только хлебушек да такая есть иллюстрация как раз очень подходит в принципе у меня была мысль а другой значок немножко сделать сейчас я вам покажу вот такой тоже где они хлебами при умножении хлебов да кто знает тоже но в принципе неважно не суть есть даже не знаю какой значок выберу но скорее всего все-таки вот этот но тут я и назвал с народом но не суть важно о чем сегодня поговорим есть несколько просто мест их можно было бы соединить даже с принципе нам с вами осталось в рамках вот этого плейлиста веган по библии ну мы по всей конечно библии там у меня видео уже он 40 видео как видите но частности по евангелию в принципе у меня по плану идет уже осталось всего четыре видео это пятое которую сегодня смотрите останется 4 это иисус ел рыбу или кормил рыбой да это иисус говорил от ну не противился и выдавал образы что можно есть мясо по в притчах он как бы употреблял вот я решил это в отдельный выделить и в отдельный выделить что якобы иисус там кушал ягненка пасху так называемую да вот и как раз это не зря она выделена то что стройки будет очень большие о рыбе а вот этом то что он говорил якобы можно мясо уж ну в притчах употреблял образы вкушения мяса сам как бы ел чуть ли не что неправда и там эту пасху ягненка как раз там мы увидим что он этого не делал и мы плавно переходим к последнему видео видео итог я вот так и назову наоборот веган потому что иисус там такой-то такой-то да и мы так мы прям итог подведем самого начала в принципе мы бытие захватим первую главу и еще раз вспомним что мир был создан веганским что иисус пришел как говорят воссоздать нового адама до показать путь святости и он есть путь истины и жизнь жизнь никого не убивает да все мы это так пробежимся и мы увидим другого христа и все какие моменты наоборот свидетельствует о том что как бы да вот и иисус был веганом мы прям пробежимся такой будет центральный ролик на этом в принципе так скажем веган по евангелию будет закончен ну потом я еще пройдусь там по книге деяния апостолов по их посланиям и кое-что даже из предания потом еще запишу но это уже дальняя история на сегодня по евангелию продолжаем вот есть несколько моментов даже немного то обычно много зачитываю причем все в контексте я вам всего 7 2 стиха приведу в марка 320 я в конце конечно подытожу к чему все это сейчас пока просто поговорю марка 320 приходит в дом тут можно вырвать из контекста что просто показать небольшими эпизодами показывать вы сейчас поймете почему и приходит в дом и опять исходится народ так что им невозможно было и хлеба есть таков синодальный перевода в луке 14 1 1 стих случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников ресейских вкусить хлеба и они наблюдали за ним там ну как он себя будет вести нам сегодня все эти моменты не не важны и в этом же месте дальше там же идет диалог иисус в диалоге своем произносит такую фразу блажен кто вкусит хлеба в царстве божьем и вот я почему вам все эти места зачитал они у вас на экране может еще раз в них внимательно вчитаться о чем я хочу сказать вот по поводу к сегодняшний ролик он такой будет опять знаете в принципе конечно же у меня есть плейлист на этом же канале проповеди называется одноименно теме которая в нем раскрыт это библия да то есть все о библии так скажем вот у меня есть конечно канал посвященный библии чтению библии целиком с моими комментариями но вот на этом канале где у меня проповеди в свободе слове и где я вот о библии все говорю так без всяких там грубо углублений цитат просто собой слов конечно я много раз говорил о том что библии надо относиться правильно да прежде всего историческая книга написана людьми переписана людьми перетолкованная людьми и переведена любой перевод от толкования да вот и здесь то же самое знаете вот вообще когда в рамках вот этого плейлиста которую мы с вами исследуем и этой темы вообще веганство по библии веган по библии веганство в библии в частности в евангелии вообще все что касается пищи там еды да и всех этих слов там хлеб рыбы или еще что то вот и когда начнете туда в эту ударяться в эту глубину там до что все современные переводы которые мы читаем непонятно когда нас дошли что вроде как единственно с чем сейчас их встречают что там были когда-то буквально недавно причем найдены там некоторые эти вот эти так называемые древние свитки там мертвого моря кумранские так называемый корпус новозаветных писаний хоть и не целиком но почти целиком да это все это 3 4 век это потому что мы верим ученым что они могут определить что это 3 4 век да это большой вопрос я просто на слово верю я сам не могу это проверить да и более того почему вообще должен верить что какой-то формула спектрального какого-то там анализа что это вообще такое а как я дает вообще правильно вы определяете кто наук и археологию там изучал тот меня поймет да хотя бы с этими вопросами интересовался да что они там сколько к этому камешку лет там миллионы лет миллиарды говорят да всем этим каким-то костям которые там находят древних людей людей этих люси каких-нибудь до полу обезьян получеловеков или там пепе первого то скажем рога кто знает я уж все вам не буду дрожать кто понимает о чем я тот поймет да вот и откуда они решили что этот камешек 10 миллионов лет пролежал или там это люси до первого обезьяна человек какая-то да все это знаете такая тоже чепуха в которую я в принципе просто верю доказать не они мне не я себе я могу себя убедить да на самом деле объективных проверить невозможно то же самое все эти свитки да все эти бумажки которые там что-то до нас якобы есть какие цветки потом оказывается что некоторая часть этих свитков подложны причем подложную современностью кто там уже решил кое-что там исказить кто знает историю с некими свитками в тогда в музее библии до тоже там их разместили оказалось их вообще вот буквально их когда и на эти нашли еще там парочку поделали и туда засунули в общий корпус до том все доказали потому что до пергамент был старый древний до папируса или как он там вот этот а написали вот прям когда все это нашли решили там свое что-то приложить так что так вот это все известно никто вот такие вещи тоже не скрывать благодаря мы понимаем как ко всему этому надо относиться я вот я себе пометки сделал сейчас я вам прочитаю да давайте еще раз стих марка 320 до прочитаем приходит в дом и опять сходится народ так что невозможно было и хлеб им есть и и и и и хлеба есть но это я тут уже через слэш и наоборот хлеб более темненький сделал а пищу таким темным не кажется ли вам странным что они ели только хлеб неужели ничего больше не было да просто переводчики переписчики очень легко и вольно просто да просто переводчики и переписчики очень легко и вольно слово еда заменяют на хлеб где надо на рыбу к чему я это говорю ну и давайте сразу принципе мы все стихи прочитаем еще раз только с моими же комментариями случилось ему субботу прийти в дом одного из начальника фарисейских вкусить хлеба и они наблюдали за ним не кажется ли вам странным что в доме начальника фарисеев начальника фарисеев тем что у нас какой-нибудь митрополит кто знает что это такое-то это такой в области самый главный из попов да который с патриархом на одной ноге стоит до самым главным допустим если берем там православную ну или какие-то эти как они там кардиналы называются которые с папой римским да на одну руку пожать и вот это вот иисус его пригласил начальник фарисеев да это очень высокая должность это не бедный человек написано что они что что пригласила вкусить хлеба я говорю они что у начальника фарисеев ели только хлеб неужели ничего больше не было начальник был настолько беден да просто переводчики переписчики очень легко и вольно слове да заменяет на хлеб где надо на рыбу и здесь я говорю из греческого там было слово артон хлеб а также пищу переводится да то есть если мы там кто знает можно греческие подстрочники читать на крупных сайтах где все это размещено но опять же сам иисус дальше я врет все из одного места где в беседе там они беседуют да иисус говорит блажен кто вкусит хлеба в царстве божьем я пишу видимо в царстве божьем придется питаться одним лишь хлебушком слушайте но для всех нормальных людей в этой жизни вы помните как бриллиантовой руке в советском фильме этому этим бандиту одному бандиту снился сон миронова который играл да будешь жить на одну зарплату страшно как ну и мы все знаем такое выражение как будешь на одном хлебе и воде сидеть да вот знаете что иногда вот 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 смотрите это я три места взял да вот я уж не помню может где еще есть это чем не господь на сердце кладет я уже давно евангелие так скажем особо ты не перечитываю только вот по по нужде да ну и так как просто помню дословно его какие-то места просто в памяти всплывают да вот даже этих мест заметь когда мы их вот так вырываем так скажем делаем такую симфонию называется обычно да то есть по одной теме что-то заметь такое ощущение что что иисус где не был с учениками там с народом ну со своими мы видим что он где-то захотел первость и заметь стихи все очень такие разные немножко да первый нам рассказывает какое-то событие где они просто пришли в очередной дом ну хотели отдохнуть покушать да ну и там народу набежало все узнали что иисус пришел им даже поесть не дали то есть поесть не дали правильно перевести как бы сходится народ так что им и поесть не дали что они там ели кто знает то да вот но вот нам переписчики переводчики пишут что вот якобы это был только хлеб неужели они одним хлебом питались ну вообще себе представляете такое даже в древности да и раньше было изобилие в принципе не ну не то что сейчас есть супермаркеты это мы уже привыкли нам кажется в древности как там люди дико жили да люди жили точно так же все было то же самое у людей просто другая социология была немножко локация и прочие такие вещи а так там пировали не хуже нашего все что есть у нас сейчас было у них вот неужели кто-то может подумать что вот иисус ходил и одним хлебом целыми днями питался но ничего кроме хлеба не было получается он и воды не пил и вина не пил и в плане питья и ел один хлеб ток конечно здесь правильный перевод надо написать что и поесть им некогда был невозможно был куш набежали делов кучи ну неужели вот можно вот картинка очень хорошие знаете не знаю кто и нарисовал проект прощальный ужин да ну понятно картинка это немножко символичная потому что она для того иллюстрация что передать смысл прощального ужина где там отеле христовом как о хлебе вине символьно говорится да так картина очень хорошая чтобы ничего лишнего не было тут я картинки сейчас нет мне наездов я сам их использую вот и одно дело смысловая картинка да но вот в этот момент если к прощальному ужин это нормально иллюстрация хотя там тоже четок не было мы еще с вами вот именно об этом будем говорить когда уже будем о прощальном уже непосредственно буду я записывать видео так все про агнца вообще про пасху про эту да вот но вот в эту картинку к этой теме она такая обличительная да неужели можно поверь и вот именно ты на том что он по прощальном ужине а он ничем для учеников не отличался один иисус им говорил и знал что все что он себя предает в руки грешников что же предатель пошел договариваться иуда со своими врагами да с врагами иисуса точнее вот с противниками и конечно же на прощальном ужине был не только хлеб и вино понятно что у них был обычный вечер обычный ужин и чё там только не было да и фрукты и овощи всего навалом да и каши какие-то ели и орехи все было что есть на востоке все что могли есть все было безусловно вот так вот но игра выглядит как и участок конечно иллюстрация очень такая обличительная да ну неужели можно подумать что то они ходили только целыми днями там и хлеб ели по вечерам все больше ничего не ели второй второй эпизод второй стих приходит к начальнику фарисеев даже не просто к фарисею каком-то там к начальнику фарисейском думать что это был бедный человек хоть здесь особо-то нам там не раскрыто это конечно же не так начальники бедные не живут это надо понимать и и уж тем более раз он пригласил к себе знаете какой бы человек бедный не было люди бедные но когда какой-то праздник да или когда-то гость какой дорогой так скажем у недорогих гостей мы не ждем да если уж мы человека в дом позвали или рады увидеть уж знаете даже бедные находят где чего накрыть даже в причем в самой тяжелой ситуации жизни возможно да не просто там средняя бедность идет идет что еще какая-то в жизни не хорошая ситуация это находит надо займет где-то еще что-то нужно отпразднует и детям своим праздник делаем и друг другу как вы думаете фарисе начальник фарисейский который христа позвал которым уже это лука 14 глава это никогда он еще не известен там был эту известность о нем сразу там прошла да то есть как вы думаете какой там стол был у фарисея неужели он его позвал вкусить хлеба вкусить пищи покушать его позвал правильно перевод смысловой то мы же понимаем как вот мы сейчас с вами на русском заходи поешь как нам как мы обращаемся друг другу да иди кушать разве говорим иди хлеб есть а там чего только нет у нас но нет конечно ну и сам и слова самого иисуса ну по его словам блажен кто вкусит хлеба до в царстве божьем а то мы здесь хлеба не наелись до вся радость царства небесного в одном хлебушке ну смешно конечно так рассуждать блажен кто будет вкушать пищу в царстве не божьем да вот это да понятно что здесь акцент не на этом но тоже знаете сводить все царство небесного это вот переводы переводы и здесь я уж не стал вам все это я в одном месте видите показал там я к чему сегодня я говорю этот ролик больше хочу показать конечно же можно было сразу переключиться на те места где очень близкие я даже думал может быть совместить этот ролик с вот именно насыщением хлебами вы помните народ и вроде как еще и рыбой вот но потом подумал что это делать не стоит потому все таки и следующий ролик вы будьте кто по порядку смотрят в плейлисте они будет один за другим стоять кто ну я на то живую меня смотрят скажем за каналом следит они и так будет последовательно выходить хотя я еще это говорю еще не записал же что там отвлекусь на что но в плейлисте они в любом случае друг за другом уже надо стоять будет ну или максимум что-то разделит это следующее видео это вот иисус якобы ел там рыбу кормил людей рыбы и так далее и там я в принципе будут давать отсылку вот и к этому видео но хотя я об этом везде рассуждают вот живой просто пример вам как переводы до что все эти хлеб рыба и вы когда начнете там каждое слово проверять даже как я говорю по этим непонятным там якобы грильским текстом там с подстрочниками пусть на русском языке ну или на каком языке вы говорите но кто меня смотрит однозначно один уж из языков точно у них русский кто бы там не был да вы понимаете что там везде какие-то разные слова до казалось бы это слово хлеб вот здесь можно она действительно вы сами выж все слышите вам показал здесь реально правильный перевод в принципе и смысловой вот именно это еда пищи есть не говорится конкретно хлебе но действительно есть места ведь иисус даже в той же самой где там про насыщение хлебами с одной стороны там идеально тоже переводится его спросить если какая у них пища помните там при народе но при этом он говорит да но при этом это же немножко не стыкуется потому что он потом спрашивает да есть немножко сколько там есть у них да они когда есть нибудь сколько них это 5 хлебов в одном месте в другом месте мы знаем это неоднократно было события 7 говорят да нельзя же сказать что сколько там у них есть что-нибудь у них из пищи них ряда есть 7 пищи до 7 хлебов то есть казалось бы речь идет об одном хлебе да вот то есть и и смотрите и в некоторых местах я вам больше скажу что как раз слова сходятся вот здесь есть также вот из этих трех мест я вот не стал гречески все сюда вставлять для себя пометки я так просто помню вам говорю даже здесь в трех местах почему-то по греческому не сходится что это одни и те же слова когда сможешь греческий там разные слова все стоят там есть где одинаково есть где разные тоже непонятно так я точно помню что из какого-то из этих одно и то же слово которое действительно подходит вот к этому месту где насыщение хлебами чудо вот это да при умножении хлебов одно и то же слово то получается действительно ну путь это я должен как о хлебе говорить на евро тогда и ну что же это за царство небесное или там за до ужин или там неважно может обед был может даже и завтрак да у этого начальника фарисея где один хлеб ну конечно это все я говорю к этому надо проще относиться цель вот этого моего сегодняшнего видео все-таки эти места все все равно взять несмотря о том что мы говорим о веганстве и эти все видео в этом плейлисте веган по библии собраны конечно с этой мысли но все-таки я хотел вот такой ролик записать как я люблю ведь этот получится не очень большой обычно меня разносит да то вот просто обратить это внимание ваше как все это вообще переводится да это тоже очень важно понимать вот все эти места этот касается это вообще сам принцип тоже его понять в очередной раз просто уже игру конечно я бы вас мог отослать как ко всем роликам к плейлисту по библию ну кто там бросится его смотреть тем более эти ролики могут смотреть и не христиане но веганы вот поэтому я уже общей мыслями тоже доношу что конечно же к библии относиться надо здраво а не принимать особенно тот современный там перевод как вы читаете вот прям всю букву в букву не грешно то что это вообще могло быть и не быть и непонятно как быть насколько все это правда тоже самое неправда или ложь да ну как мы видим все это знаете все на есть такой иисус говорил такую нанесу здесь апостол говорили такую фразу букву убивает а дух животворит но иисус говорил естественно подобные вещи то же самое но то апостол хорошо сказано вот не будьте есть такой понять все вам известно наверное буквоедами да вот это ни к чему хорошему не привел не приводит вот жизнь надо воспринимать через призму сердца через призму истины она в любви свободе и бессмертие все что этому соответствует то есть истина все что добру соответствует все что не соответствует все что зло это не истина это ложь так что такое вот место такие места хотел вам просто тоже показать так для общего размышления мне кажется равно это к чему-то немножко подводит это вот тоже самое как будет такой заключительно завершающий итоговое ролик о христе какой христе вегане и что я веган потому что вот иисус такой такой и внешне по по внешности по плоти и по духу и вот здесь такие же места просто так общие в общую картину я говорю плейлиста веган по библии который мы с вами в рамках которую вы читаем и записываете ролики вот все равно в голове что-то всегда дорисовывает какие-то мазочки оттеночки то есть не все так однозначно это мягко вообще надо очень скептически мудро непредвзято относиться той же самой библии ко всех местах но в конце как всегда скажу что на моем канале есть раздел веганство и в рамках него есть четыре плейлиста веган по сердцу где все не мои видео проповеди там фильмы клипы и на все что всяких великих и невеликих веганов и говорящих потом не веган потому что это все вот эти ответы на оправдание что невозможно быть веганом еда скудная в том числе до дорогая или как быть на необитаемом острове сомбу жрать прочие прочие вещи на веган во христе где вот так свободе слова разные темы поднимаю раскрываю все же связано с веганством ну и ролик который вы смотрите веган будет плейлисте веган по библии где все видео все что связано с библией все места которые как-то там за или против веганство я публично вот разбираю в своих этих видео это у меня все встречи в следующих роликах и 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